В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Первый региональный турнир среди учеников центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» города Наринмара по шахматам стартовал в регионе. На встрече с местными любителями фотографий и путешествий известный блогер Александр Мазуров рассказал о том, как создать качественный контент и портфолио для целевой аудитории. О жизни в тундре через призму сказок, которые будут интересны как детям, так и взрослым, в Наринмаре прошла презентация сборника сказок Александра Литкова. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в регионе за последние сутки выявлен один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией и вновь в Наринмаре. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 21 пациент. Из них в стационаре получают лечение 7 человек. Находится на амбулаторном лечении 14 человек. В регионе зарегистрировано 4 летальных исхода от коронавируса. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1072 случая заболевания COVID-19. Проведено более 23 тысяч ПЦР-исследований на выявлении инфекции. Состоят на учете в региональном управлении Роспотребнадзора 282 человека. В Ненинском округе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. По информации Департамента здравоохранения, на этой неделе в регион поступит новая партия вакцины в количестве 1000 доз. Вакциной будут обеспечены поликлиники в городе Наринмаре и поселки Искатели, а также сельские амбулатории и здравпункты. Все образовательные учреждения в регионе работают в обычном режиме. Ранее некоторые из них были закрыты на карантин из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ, из-за контактов с заболевшими коронавирусом. Сегодня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в режиме видеоконференц-связи представил личному составу пяти территориальных органов МВД России новых руководителей. Начальником полиции Ненинского округа, согласно изданному накануне указу президента России, назначен полковник тульской полиции Максим Кузнецов. До 18 марта текущего года Максим Кузнецов занимал должность заместителя начальника тульской полиции по охране общественного порядка. Продолжается декларационная кампания 2021. В Ненинском округе на сегодняшний день представлено более полутора тысяч налоговых деклараций по форме 3НДФЛ. Большая часть в электронном виде. К личному кабинету с начала года получили доступ 185 налогоплательщиков, что на 53 больше, чем за аналогичный период прошлого года. При заполнении декларации в личном кабинете программа подсказывает, как заполнить документ, автоматически подгружает сведения о доходах и другие данные налогоплательщика. Сервисы на сегодняшний день позволяют гражданам в три клика заполнить декларацию, но если это определенная жизненная ситуация, то есть или это связано, например, только лишь с арендой жилья, или только с продажей имущества. И поэтому программа предлагает упрощенный вариант в течение трех шагов, трех кликов заполнить эту декларацию. Между тем, если граждане пожелают заполнить полную декларацию, у них такая возможность также есть. Отчитаться о доходах за 2020 год необходимо тем, кто получил подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею более 15 тысяч рублей, сдавал имущество в аренду, получал доход от зарубежных источников и продал недвижимость, которая находилась в собственности меньше минимального срока владения. У налоговиков появилось право после срока представления декларации 30 апреля и срока уплаты налога 15 июля при имеющемся в распоряжении налоговых органов информации исчислить сумму налога тем гражданам, кто не представил налоговые декларации и, соответственно, предъявить уже на основании решения о привлечении к ответственности сумму налога, сумму пени и штраф. Напомню, заполнить декларацию можно на официальном сайте ФНС России, МФЦ и с использованием интернет-сервиса «Личный кабинет». Непредоставление декларации в установленные сроки по месту учета влечет за собой применение налоговой ответственности. Первый региональный турнир среди учеников центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» города Наринмара по шахматам «Рост» стартовал в регионе. Организаторы Ненецкий региональный центр развития образования. Турнир проходит на базе «Точка роста» школы номер один. Участие в нем принимают более 40 школьников. Подробности Ольге Русу. Ученик первого класса, любитель шахматной игры Тимофей Неустроев участвует в турнире «Рост» второй день. Своими результатами очень доволен. Любовь к этому виду спорта мальчику привил папа. Если расслабиться, ну подумать, тогда победишь. А если будешь очень думать, ну так, сильно. Ну иногда так и так. Как вчера ты сыграл? Два раза я проиграл, а третий выиграл. Стаж Варьи Зиненковой как шахматистке всего несколько месяцев. Несмотря на то, что девочка-новичок в этой игре, есть положительные результаты. «Вчера на соревнования проходила. И как ты сыграла? Три раза из трех проиграла. Расстроилась? Да нет, нормально». Еще один участник шахматного турнира – 11-классник Егор Чупров. Юноша уже сыграл три партии. Говорит, что есть успехи. «У меня остался только один сильный противник, два таких уже слабеньких. Остальные два, которые я уже прошел, я им как бы проиграл. А остальное, ну так, все легко идет». Первый региональный турнир по шахматам среди нарьинмарских школьников собрал в точке роста первой школы учеников с 1 по 11 классы из всех городских образовательных учреждений. «У нас есть талантливые и перспективные ребята. Шахматы в округе достаточно популярны. До пандемии на детских соревнованиях участвовало больше 100 человек. Но сейчас в данных условиях, конечно же, меньше. Но все равно каждый год, в сентябре, в октябре, когда мы набираем детей в кружки, от 50 человек приходят, чтобы записаться и учиться играть в шахматы». По мнению судей, о игру юных Карповых и Каспаровых оценивают участники окружной федерации этого вида спорта, шахматы среди молодежи весьма популярны. «По этому турниру пока нельзя судить, только начало его. Так вот, до пандемии мы проводили два года школьное первенство и первенство «Белая ладья». Есть очень интересные ученики. Скажем, во всей массе пока, конечно, слабовато, но человек 5-6 наберется, с которыми не стыдно съездить и где-нибудь выступить». Единственная проблема – у федерации нет своего помещения для проведения массовых турниров. «Чтобы комфортно размещались и участники, и болельщики». «Как турниры, особенно школьные, когда у нас как этот, мы предлагали в фойе или где-нибудь в лидере, в Арктике, чтобы… Потому что вот здесь еще мало народу, а когда мы проводим «Белую ладью», это проходят выходные дни, и родители приходят с детьми. Здесь понятно, что родители бы сидели вот здесь и смотрели. А там мы можно по столику пошли поставить, чтобы родители могли ходить и смотреть, как их ребенок играет». Итоги турнира по шахматам среди учеников городских школ подведут в пятницу, 26 марта. Тогда же состоится награждение участников и честование лучших игроков. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». «Сияние севера». Под таким названием в Наринмаре проходит первый этнопсихологический фестиваль, в рамках которого проводятся творческие встречи, психологические игры и многое другое. Мероприятие проходит в рамках «Года добрых дел», объявленного главой региона в 2021 году. Пейзажи и портреты, представленные на выставке в Музейном объединении Нинецкого округа, участники фестиваля привезли из трех регионов страны. Это те, кто прошел полугодовой курс «Код мастерства», нацеленный на то, чтобы открыть в каждом человеке его творческий потенциал. Рисовать я не умела, пыталась когда-то, специальной подготовки нет, художественной школы нет. И просто пошла в этот кружок, семья меня поддержала, отпустили, и вот туда хожу рисовать. Вот так вот и все, и началось, закрутила, завертелся, и так затянуло творчество, потому что я даже эти картины почему привезла-то, просто показать людям, чтобы они не боялись рисовать. Это ведь так просто, и рисовать может каждый, главное, чтобы было желание. Фестиваль организован руководителем Центра психологического сопровождения семьи и детства «Радуга жизни», автора психологического курса «Код мастерства» и сказкотерапевтом Ларисой Борисовой. Полгода мы занимались в Саратове, в Челябинске, в Москве, и в Наринмаре у нас была группа. И вот на седьмой наш финальный такой итоговый модуль мы собрались все здесь. Прилетело у нас сегодня 17 человек, и будем работать в Наринмаре 4 дня. В рамках фестиваля «Сияние Севера» участники посетили с экскурсией «Пустозерск», где провели психологический квест «Место силы», а также ряд других мероприятий. Александра Литкова, Леонид Шишевов, телеканал «Север». От рассказов фольклора детям до собственного сборника. О жизни в тундре через призму сказок, которые будут интересны как детям, так и взрослым. Презентация книги Александра Литкова состоялась накануне. Подробности у Елизаветы Кабановой. Другие мышки все под снегом копошатся, а это звезды знают. Традиции ненецкого народа и истории старшего поколения сплелись в книге Александра Литкова. Сначала были небольшие рассказы и тундровые песни, а теперь в свет вышел авторский сборник из девяти сказок «Вада Каларь». В этой книге есть несколько сказок детского уровня. То, что можно почитать не только взрослым, но и ребёнком будет понятно. Описываю обычно то, что в тундре какие правила, какие традиции есть, то есть как надо поступать правильно. Всё началось с детского лагеря, в котором Александр рассказывал сказки народов Севера. После этого он решил начать писать сам. Своими произведениями Александр старается сохранить культурное наследие ненецкого народа. В наше время надо особенно уделить внимание тому, что старых людей осталось мало, которые знают настоящие песни тундровые, ненецкие. И их надо в наше время уже усиленно записывать хорошо. К ним надо ходить в гости, их надо спрашивать, с ними надо просто общаться. И они вам об этом рассказывают, как они сами женились. И об этом они рассказывают не в бытовой форме, а могут даже начать рассказывать это как песня просто. Презентация книги состоялась 23 марта в этнокультурном центре. На импровизированной сцене студии «Ханико» был разыгран спектакль по одной из сказок сборника. А также коллеги из Народного ненецкого театра «Иллипс» подготовили для Александра небольшой сюрприз. Это презентация новой книги члена литературного объединения Заполярье Александра Алексеевича Литкова. Называется она «Вадакаларь», что в переводе означает «Ларец сказок». Книгу мы эту продвигали давно. Вот, наконец-то, появилась у нас возможность. Мы её издали и сегодня презентуем. Над иллюстрациями к книге работала Надежда Выучейская. «Вадакаларь» написана на двух языках – ненецком и русском. С переводом на ненецкий помогала Надежда Талеева. Из-за маленького тиража книгу нельзя будет приобрести, но её распространят по всем библиотекам округа. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Как создавать интересное и качественное портфолио и контент для социальных сетей? Об этом и не только рассказал блогер, путешественник и профессиональный фотограф Александр Мазуров во время неформальной встречи с жителями Наринмара. Мероприятие организовано Центром развития бизнеса НАУ в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Фотосъёмка Александр Мазуров увлёкся ещё 15 лет назад. Затем к этому увлечению добавилось ещё одно хобби – путешествие по регионам Крайнего Севера. Итогом этих увлечений стало создание проекта «Russian Explorers». Это объединение фотографов. Нас 14 человек, ну 15 человек, 14 аккаунтов. Мы про путешествие по России. То есть у нас ребята живут в разных регионах. Есть из Дагестана, есть из Камчатки, есть из Хабаровской области. То есть мы с каждого региона берём какого-то фотографа в команду. И мы представляем, скажем так, именно Россию с визуальной стороны. И делаем то, что можем. То есть мы стараемся привлекать внимание к России именно с помощью красивых фотографий. Этот приезд в Нарьенмар для блогера первый. На встрече с местными любителями фотографий и путешествий Александр Мазуров рассказал о том, как создать качественный контент и портфолио для целевой аудитории. Встреча была интересная, потому что это, наверное, редкость пообщаться с человеком твоего же хобби, так сказать, и который специализируется немножко на другом кадре. Есть разные виды фотографий, это пейзажи, кто-то любит фотографировать людей. И всё равно всех объединяет одно – это творчество и желание показать этому миру что-то. Эта встреча с профессионалом своего дела была интересна не только тем, кто занимается фотографией. Александр Мазуров также рассказал об экспедициях, в которых принимал участие, и об интересных и даже опасных моментах в своих поездках. Мне интересно было узнать эмоции человека, который проводит свою жизнь, грубо говоря, в перелетах, в поездках, видит как раз нашу культуру, наши красоты российские, и его работы, естественно. От путешествия в Нинецкий округ у блогера остались только положительные эмоции. Город небольшой, и это на самом деле очень классно, когда, ну, то есть по моему опыту в маленьком городе люди как-то между собой более тесно общаются, и все друг друга знают, и это классно. То есть даже вот этот прикол с домами, он скорее возможен только в маленьком городе. То же самое с оленеводами, мы вот общались с ними, они все друг друга знают, они знают, там, разговаривают. А, вот этого, этого тоже знаю. И это классно. Это обычно такие люди более открыты, и это мне вот очень сильно нравится и вдохновляет. В ближайших планах блогера написание книги об оленеводстве в период становления Советского Союза. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В Доме музея Шевелевых открылась выставка, посвященная голландскому картографу и следователю Николасу Витцину. На открытии выставки присутствовали представители посольства Королевства Нидерландов. Подробности в сюжете моей коллеги Елизаветы Кабановой. Концепция Кабинета Редкости была популярна в Европе 16-17 веков. Люди собирали для себя экспонаты из разных стран и хранили их в своих домах. Кто-то для красоты, а кто-то, например, как Николас Витцин, использовали их с пользой. Различные предметы стали попадать в Европу, и люди стали коллекционировать их. И устраиваются в домах подобные Кабинеты Редкости, где совершенно экректично были выстроены и предметы нумизматики, палеонтологии, минералогии, предметы культа. И у Витцина был тоже Кабинет Редкости, но он его делал, исходя с точки зрения того, он выбирал именно предметы, не которые будут более красиво смотреться у него в кабинете, которые могут похвастаться, а именно те, которые ему пригодятся в его исследованиях. Сотрудники музея признаются, что реконструкцию кабинета Николаса Витцина сделать бы не удалось. Но они взяли эту идею за основу и попытались передать ту атмосферу исследований. Николас Витцин написал книгу «Северная и восточная Тартария», в которую вошёл план Пустозерска XVI века. Это был первый русский город за полярным кругом, в который заходили голландские корабли. Мы очень рады, что здесь живёт и работает вот такой великолепный музей, который работает над памятью Витцина и других голландских первопроходцев, которые здесь плавали и здесь встречались с населением. И я надеюсь, что это вам очень будет интересно. На выставке можно будет не только увидеть кабинет редкостей, но и услышать аудиофрагмент описания Пустозерска. Несколько блоков, где можно узнать о торговле между Голландией и Пустозерском, а также узнать о путешествии Николаса Витцина в Московию. Выставка будет открыта до 1 ноября. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.